МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Передвигать бегунок календаря все ближе к новогодним каникулам. Вот он мой декабрьский вектор комфорта. Ну а пока время подводить итоги и об этом в сегодняшнем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благоустроенные дворы по осени считают. Срок реализации большинства контрактов по программе формирования комфортной городской среды истек в ноябре. О том, что успели сделать в республике до этой зимы, говорили за круглым столом. Подробности в репортаже моих коллег. О новом парке в Яльчикском районе говорят по всей республике. Колоритная скульптура, уютные скамейки и благоустроенные цветники. Это одна из лучших практик Чуваши в реализации регионального проекта о формировании комфортной городской среды. Что в городе, что на селе, в благоустройстве территорий заинтересованы и сами жители. Для этого работает программа инициативного бюджетирования. Более шести сотен проектов в этом году получили реализацию. Время строить планы на будущее. На каждом совещании заслушаем глав сельских поселений. И в этом году примерно у нас где-то 25-27 проектов будет из 9 сельских поселений. В основном, сейчас акцент мы сделаем на ограждении вокруг кладбищ, установке заборов, реконструкции памятников. И в некоторых населенных пунктах это ремонт и строительство дорог. Мы вовлечены, или жители населенного пункта, или микрорайона вовлечены, участвуют в проекте. Кто-то рубль кладывает, кто-то 10 рублей, кто-то 1 тысячу рублей, предприниматели там несколько тысяч рублей кладывают. К этим выполненным работам и к этим объектам совсем другое отношение всех жителей. Мобилизация людей здесь очень важна. Поэтому наша с вами задача в 2020 году еще лучше сработать. Но для этого сейчас надо проводить работу по тем проектам, которые у вас уже есть. Активные жители и в Чебоксарах. На круглом столе присутствовали председатели территориальных объединений и собственников. Они ведут работу с жильцами многоквартирных домов, привлекая тех к обустройству дворов. Сегодня наш ТОС Кадыковский имеет готовый проект по созданию нового комфортного двора по проспекту тракторостроителей 21-23-27. Он рассчитан на сумму более 5 миллионов рублей. Мы запланировали ремонт асфальта, проезда, тротуаров, установку детского и спортивного оборудования. Казонное покрытие для футбольного поля, устройство освещения. Разрабатывать проекты и проходить процедуру согласования – сложнейшие этапы. В прошлом году из-за неверно оформленных документов не удалось освоить федеральные средства. В этом году деньги перераспределили на уже готовые проекты. В следующий год Минстрой по поручению главы Чуваши разрабатывает типовой пакет. Сегодня наложена работа главным архитектором, центром ценообразования. Мы сегодня формируем ряд проектов. Это порядка 30-40 типовых площадок будет разработано. Они уже в работе, уже работа завершается. Я всем главным говорю, что вам только придется привязать эту типовую привязку. Там будет подсчитана цена, будут определены мафы, будут размеры этих площадок. Вам только нужно будет выбрать и привязать к своему населенному пункту и к этим самым, ну, к своим реальным действиям. То есть эту работу мы провели по указанию Михаила Васильевича, по поручению. И это будет, я считаю, большую помощь. То есть нужна привязка, будем работать вместе с вами над привязкой. Но проекты, еще раз говорю, готовьте заранее. Михаил Игнатьев поручил назначить людей, кто будет в малых городах и районах, отвечать за подготовку проектной документации и следить за тем, чтобы новые архитектурные формы не диссонировали с обликом населенных пунктов. А подобной работы в следующем году будет много. 27 ноября подписан указ о дополнительных мерах по повышению комфортности среды проживания граждан в муниципальных образованиях Чувашской республики. Это позволит благоустроить более 1200 дворов в 119 населенных пунктах Чувашии. Из регионального бюджета на это направят порядка полутора миллионов рублей. Еще одна возможность для жителей малых городов и исторических поселений сделать свой город еще красивее и комфортнее – выиграть во всероссийском конкурсе лучших проектов. Он стартовал в конце октября. Его победители получат средства порядка 40 миллионов на реализацию проекта. В этот раз от нашей республики участвуют несколько населенных пунктов, в том числе Мариинский посад. Какую часть города и как именно благоустроить решали жители, ну а наблюдала наша съемочная группа. Зеленый, уютный городок на Волге. Таким Мариинский посад запоминается туристам. Старинные улочки и исторические здания по соседству с заброшенными парками и заросшими оврагами. Таков город для местных жителей. Именно они должны решить, какую территорию привести в порядок и что там разместить. Это одно из основных условий Всероссийского конкурса по благоустройству малых городов и исторических поселений. Для этого в Морпосаде провели так называемую проектную сессию. Наш семинар для того, чтобы ваши идеи, которые вы сейчас их озвучите, которые запишите на этих бумагах, на этих листах, они лягут в основу проекта. Первая задача – определиться с территорией. Овраг из которой заброшен, да. Из него практически можно сделать красивый такой парк отдыха. Улица Николаева, Ярославская. Вот там есть овраг, очень неблагоустроенный, много территорий. Это въезд в город. Это парк сделать, потому что там уже овраги все остальное. Там аккуратно выровнять засадить, деревьями, дорожки сделать. И будет красивейшее место. Мы хотим благоустроить Курспенский парк. Как раз рядом с образовательными учреждениями. И вот здесь скучность населения большая. Мы выбрали молодой человек сейчас Курспенский парк, который находится рядом с зданием этого филиала университета. Вторая задача – решить, что на выбранной территории нужно изменить. Есть листикеры? И маркером пишите проблемы этой территории. Мы выберем набережную. Полно проблем. Это износ существующей набережной. Нет освещения хорошего. Недостаточное оно. Парковок нет абсолютно. К ЗАГСу не подъехать. Заключительная часть – предложение. Ну, например, у нас здесь есть историческое здание, где сейчас располагается ЗАГС. И молодожены, когда выходят из ЗАГСа, у них нет места, где бы они могли провести первую фотосессию. Еще есть такая традиция замечательная, когда вывешивают замочки молодожены. И делают это по заборчику, которая отделяет набережную. Мы же предлагаем установить здесь древо любви, как есть во многих других городах. Устройство перехода. Мост государя горы. С набережной пиши. Результаты проектного семинара передадут специалистам, которые подготовят окончательный проект и рабочую документацию. В прошлом году город уже участвовал в конкурсе, однако получить грант не удалось. В этот раз постараюсь учесть все ошибки. В этот раз я все-таки рассчитываю, что при вашем содействии, при вашем участии, город Мариинская посадка в конечном итоге станет победителем и получит вот эти долгожданные 40 миллионов рублей. Успешный опыт в республике есть. Так, в 2019 году победителем стал Ядрен. Реализовывать проект там начнут, как позволят погодные условия. Это все про комфортную среду вокруг нас, вокруг наших домов и наших квартир. Теперь про само жилье. Сколько построили в Чувашии за год, насколько качественно, как отразилось на строителях и покупателях переход на эскроу-счета, об этом будем говорить, заместителем министра строительства Чувашии, Владимира Максимова. Владимир Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Я начну с эскроу-счетов. Мы с вами в течение года очень много раз встречались и говорили на эту тему. Думаю, что сейчас можно подвести какие-то итоги. Как прошел переход вообще? Плавно? На самом деле, наверное, это только начало нашей большой работы на сегодняшний день. У нас 93 дома строятся с привлечением средств дольщиков. Это более 913 тысяч квадратных метров жилья. Необходимо отметить, что федеральное законодательство предусмотрело возможность достройки части объектов по старым правилам, так скажем. Это у нас строится 57 проектов на 620 тысяч квадратных метров жилья. Это объекты, которые достраиваются по старым правилам. По новым же, по использованию счетов эскроу, на сегодняшний день 18 застройщиков начали эту работу на реализацию 34 проектов общей площадью порядка 270 тысяч квадратных метров жилья. На сегодняшний день на счета эскроу заключено 655 договоров долевого участия общей стоимостью 1,6 миллиардов рублей. Но на самом деле, сегодня мы находимся на таком начальном этапе, когда застройщики потихонечку пробуют эту новую схему. и достаточно почти 30% от строящих сожалеют именно с счетами эскроу. Вы сказали как раз про то исключение, что после первого июля застройщик может достроить объект по старой схеме, но если готовность на это доставляет 30%. Там еще какие-то нюансы. Вот проблем нет с этими объектами? Не будет ли так, что застройщик, например, по новым правилам не может начать работать в силу ряда обстоятельств? Банк, например, кредит не дает на следующие объекты. И по старой схеме не может, соответственно, завершить, потому что нельзя больше брать деньги у людей, чтобы застроить предыдущий объект. На самом деле прямой такой связи между новыми и старыми объектами как таковой нет, потому что по старым схемам то, что строится, это означает, что они привлекают средства так же, как и привлекают до первого июля. Здесь ограничений нет. То есть до конца стройки на объект долевого строительства может привлекаться участники долевого строительства на стройку объекта. Что касается проблем, конечно, они существуют. Они, наверное, существовали и до введения механизма счетов и скроу. Необходимо отметить, что у нас на начало года в этом году было порядка 20 объектов, которые шли с составаниями сроков ввода в эксплуатацию. Совместно с прокуратурой республики и администрациями муниципальных образований удалось это количество сократить до 11 объектов. И плюс к этим еще три проблемных объекта, которые у нас указаны в дорожной карте. Ну да, переход на новую схему он же для того, как и был, для того это и перешли мы на новую схему, чтобы у нас не было обманутых дольщиков. Но вот вы сказали 11 объектов, как по ним ведется работа? То есть какие вообще варианты у этих людей, чтобы все-таки справить новоселье? На самом деле по 11 объектам мы видим, что самостоятельные застройщики могут с этими вопросами справиться, но, к сожалению, идет все это тяжело. К сожалению, зачастую застройщики говорят, что у нас закончились деньги, но не всегда это правда. Когда мы начинаем проверять эти организации, то видим, что источники финансирования все-таки есть и нужно все-таки их до конца доводить. А вот с теми застройщиками, которые не хитрятся, которые действительно взять, собственно, нечего, здесь как? Резервный фонд придет на помощь вот этим дольщикам? На сегодняшний день мы рассматриваем вопрос привлечения средств из Федерального фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства. Это по трем проблемным объектам, которые на сегодняшний день у нас есть в дорожной карте. Буквально в декабре месяце должно быть решение по выделению средств в Чувашской республике именно на завершение строительства. Пока вот двух проблемных объектов. Это по гражданской 6 и по Калины 83. Вы тогда в начале июля делали такие осторожные прогнозы, что в принципе цена на квадратный метр не должна сильно вырасти, потому что как раз рынок сам отрегулирует вот этот момент. Как все-таки подтвердились ваши прогнозы? Оправдались? Если говорить про цены, на самом деле те прогнозы, которые мы изначально строили, наверное, они отчасти подтвердились. На сегодняшний день у нас средняя стоимость рыночная квадратного метра чуть более 43 800 рублей. Если сравнивать с первым кварталом текущего года, это прирост полтора процента к уровню первого квартала. Ну, то есть это не из-за этого, наверное, да? Нет, это в принципе ожидаемый уровень повышения в течение года обычного по практике в районе 4-5 процентов это на уровне инфляции в любом случае давал рост в целом по году. Но сегодня мы видим, что даже темп меньше, чем в предыдущие годы по уровню роста. Несмотря на наши с вами старания, про то, что мы записываем интервью с вами, говорим это в сюжетах, тем не менее по опросу 64 процента россиян до сих пор не знают о реформе долевого строительства и перехода на новую систему скоростных. Как вы думаете, невозможно ли такое, что, например, недобросовестные застройщики сыграют на этом незнании? И они, например, все равно будут каким-то мошенническим схемами пользоваться, чтобы привлечь как раз средства людей и там попытаться как-то построить? Или таков механизм вообще исключен сейчас? На самом деле такой механизм, риск такого возможного правонарушения, он всегда, конечно, существует, его исключать нам никогда нельзя. Наверное, остаются те люди, которые по зачастую бывают используют обходные схемы и ведутся люди, которые покупают там жилье значительно дешевле, чем по факту оно строит. По практике видим, что все проблемные объекты на конце, то есть на этапе строительства, когда ухудшается финансовое положение, начинают реализовывать квартиры ниже себестоимости, так скажем, и что, безусловно, ведет к невыполнению обязательств. Люди предупредили, что бесплатный сыр, он известный, на что еще стоит обратить внимание, когда человек хочет, например, поучаствовать сейчас в договоре долевого участия? На что посмотреть? На самом деле, мы в первую очередь рекомендуем приобретать жилье с использованием счетов скролл, это сразу является гарантией безопасности того, что уже банк проверил возможность застройщика достроить этот объект, то есть он его оценил, соответственно, у него имеется вся исходно-разрешительная документация на строительство объекта. Ну что ж, спасибо. Это была программа «Вектор комфорта». До свидания. Продолжение следует...